К нам в редакцию обратился житель улицы Фабричный проезд. Дело в том, что еще в сентябре его семью должны были переселить из аварийного жилья в новостройку микрорайона Мальщина. Но, к сожалению, Новый год им придется встречать в старом доме, в котором условия для проживания совсем не соответствуют общепринятым нормам. До Нового года осталось 10 дней, но жители по улице Фабричный проезд в дом 20 праздничного настроения не ощущают. На протяжении 5 дней вода поступает не в квартиры, а льется прямо перед домом. В доме номер 20 проживает 5 семей, и все они остались без воды. Своими силами не удается разморозить временную трубу, так как в подвальное помещение невозможно попасть. У нас проблем с водой. Дом аварийный, Фабричный 20. Вот, смотрите, у нас, как вам сказать, в сентябре месяце, в сентябре-август месяце провели трубу, так как нас должны были два месяца назад расселить. Два месяца назад, вот уже в декабре месяце, нас не расселяют. Нам провели время на трубу, но так как у нас отключают воду, частенько отключают, вот все замерзло. Вот смотрите, что творится. Мы звонили, администрация звонили, и я с Барановым сам лично разговариваю. Она говорит, вы ни за что не оплачиваете, делать мы вам что-нибудь. Делайте сами. Вот. И никто ничего не хочет делать. За капремонт не платим, за услуги не платим, хотя воду, все остальное мы оплачиваем. Да, мы, может, за что тут платить, сами понимаете. Нас должны будут расселить, уже в декабре месяце нас не расселяют. А по какой причине? Ну, объект не сдал, там не сделали, подрядчик не сдали. Ну, мы ездим, смотрим, у нас смысл, там, этаж даже не доделали, что-то не сделали, какие-то свои там непокладки. Воды хотя бы, света нет, воды нет. За все коммунальные услуги жильцы регулярно платят. Оплата прекратилась только за капитальный ремонт жилья. Так как по документам дом аварийный, и обслуживать его уже никто не будет. Трубу прокладывали временную сверху отопительной трубы. Но, как всегда, все временное становится постоянным. Оставшиеся в этом доме мужчины своими силами пытались отогреть замерзший водопровод. Но вода промерзла в самом подвале. Попасть туда практически невозможно. Все подвальное помещение полностью заполнено водой, которая с морозами превратилась в лед. На обращение в водоканал жильцам тоже отказали. Ответ был один. Весь ремонт за свой счет. Хотя исправная плата за подачу воды в этот дом от жителей поступает. Счетчиков нет ни в одной квартире. И платят жители за каждого человека. Дни пять. Вот как и включили, вот я не знаю, тучи альни там нет, тучи альни там нет, тучи альни там есть. А мерзлые. Дни пять у нас воды уже нет вообще. Входим в колонку. Но должны были всех расселить. Вот какой-то полдом уже давно расселили, там уже год почти живут. А нас еще никак не расселяют. То одно, то другое, то третье. Только обещания. А что вам отвечает на ремонт вот этой трубы? Мне лично сама Барану говорю, я сам лично разговаривал, когда мы ездили на Ковмаку, на встречу на расселение смотрели дом. Она сказала, что вы ни за что не платите. За какие-то удержки, за капремонт. И вам никто делать не будет. Даже вот эту трубу сделали. И то сделали, говорят, мы сами видели деньги. Приехали вот эту вот, извините за шляпу. Нарисовали, уехали. До сентября месяца должны были расселить. Уже декабрь месяц. И все вот так вот. Вот включайте, вот мы хотя бы просили, можно хотя бы, я не знаю, закопать. Чтобы хотя бы не промерзало что-то такое. Ну, никто ничего делать не хочет. Половину жителей дома номер 20 по фабричному проезду расселили еще в прошлом году. Но на эти пять семей планов не было. С сентября месяца люди ждут расселения. Для сдачи новый дом не готов. По словам Андрея, если бы дом был готов, они давно туда переехали. Но по факту для нормального жилья не пригоден ни аварийный, ни новопостроенный дом. Труба одна пластмасса. Она не металлическая. Ну, все равно, вы сами понимаете, зимой не хуже. Там проведите поверхность, в любом случае будет промерзать. Хотя бы сделали, хотя бы заизолировали там стекловат. Ну, что там-то можно, да, теплоизоляционная есть система всякая. Ну, и так же вода у нас в подвале. Мы хотели с Вовкой с соседним залезть, хотели там отогреть бесполезно. Там водище. Там не пролезть, не залезть, ничего. Откачивать тоже, платить деньги. Нанимайте, приезжайте, делать, никто делать ничего не будет. Я говорю, я сам лично, вот даже сосед не соврет, и при Галике сейчас нет соседки, да, и там уехать все по делам. Это вечером. Сама лично мне Баранов сказала, что делать вам никто ничего не будет. Она позвонила кому-то, узнала, все, делайте сами, вы мужики. Ну, что мы сделаем? Я отогреть, туда я полезу, но у меня ничего нет, ни фена, ничего. Даже хотя бы залезть там водище. Вам показать, но там не пролезть. Можешь, конечно, посмотреть, но это, я не знаю. Залезть там нет, потому что там вода, там лед. Как тут летом текло, тут вообще уже что было. Там вода провало, вот они все сделали, все временно получается. Вот это все. С 2011 года этот дом стоял на очереди, и за шесть лет ничего не поменялось. Естественно, люди, так долго ожидавшие переезда в новое жилье, рассчитывали на благоприятные условия. Но со временем все затянулось, и в ответ жильцы и по сей день слышат только одни обещания. Нам пока не удалось добиться ответа от администрации города, но мы продолжим следить за ситуацией. Виктория Шишкина, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказыва.